Катя, а почему ты именно на это место всегда кружки ставишь? Не знаю, возможно, так удобнее, но у меня какое-то необъяснимое чувство, что они не только украшают и дают нам живительную влагу, но и помогают нам. Катя, Катя, всему в этом мире есть объяснение. Возможно, не просто так ты всегда кружки ставишь на это место. Давай узнаем. У специалиста и консультата по фэн-шуй Татьяны Климашевской. Татьяна, приветствую. Здравствуйте. Фэн-шуй, неужели он до сих пор популярен? Мне кажется, перестали совершенно об этом говорить. Ну, я думаю, что, может быть, на телевидении меньше стало информации, но те люди, которые прикоснулись, я думаю, что они до сих пор этим занимаются, увлекаются. Почему? Потому что это приносит в их жизнь, как и в мою, в 2003 году, только счастье, благополучие. Поэтому как может быть счастье и благополучие устареть? Я думаю, что его всегда мало и хочется еще больше и больше. С помощью фэн-шуй это возможно. Фэн-шуй, мне кажется, это какая-то целая наука. Насколько в нее надо глубоко погружаться, чтобы добиться эффекта? Ну, я считаю, что это тоже действительно наука или точный расчет. И случайность, это не случайность, а действительно точный расчет. Есть формула, по которой мы можем определять, в какой момент к нам прилетела благоприятная или неблагоприятная звезда. Если, естественно, она несет плохую энергию, мы можем ее нейтрализовать. Даже в таких звездах, которые неблагоприятные, мы спим, и может развиться какое-то очень серьезное заболевание. Поэтому нужно обязательно знать. И вообще рекомендую, если вдруг вы часто болеете, обязательно померить компасом. Можно простым. У вас очень красиво. Можно профессиональным, который именно с уровнем. Действительно, вообще лопань это профессиональный, этот компас выбирается индивидуально. То есть вот точно ли он показывает, человек определяет, смотрит, если все верно, значит его. То есть это вообще такая индивидуальная вещь. То есть погружаться все-таки стоит. Правильно я вывод делаю? Увлекающиеся люди, да, действительно погружаются. И там, знаете, неисчерпаемые вообще знания, которыми можно пользоваться. Нужно пользоваться. Но все-таки не то чтобы наш спор, но вопрос возник насчет кружек. Вот где должна быть живительная влага все-таки? Вот относительно нашего помещения, нашего павильона, можно что-то? Относительно вашего помещения, так как мы заранее померили, да, это на Юго-Западе в этом году, чтобы активизировать дальше ваше процветание вашей компании, студии. Поэтому на Юго-Запад на край стола, я думаю, что можно и поставить. Так что, Катя, забирай себе на край стола. Весь чай будет у меня. Весь чай у тебя. Обычно на консультации приходят с какими запросами? Вот что хотят изменить в своей жизни? Вот это чаще всего здоровье или, может быть, какие-то любовные запросы? Женщины, конечно, приходят всегда спросить, что их ждет, какая любовь. То есть получив хорчу, это тоже возможно выяснить. Да, конечно. Конечно, вот недавно я прошла обучение Джима Пеха, код судьбы. Это по дате рождения определяется, в какой вы в данный момент удачи. И поэтому можно привлечь действительно и любовь, и деньги. Ну а мужчины, конечно, обращаются в большинство за процветанием, либо бизнес, или вообще деньги нужны. То есть кому-то любовь, а кому-то деньги. Да, поэтому это два таких аспекта жизни, которых большинство спрашивают, и как их привлечь. У нас на столе прям любопытно же. Да, расскажите, что это? Что и для чего? На что влияет? Книги мы рассказали. Да, есть вот у нас еще такой волшебный предмет, как поющая чаша. Этой чашей мы очищаем пространство, то есть звуком. В данный момент, я думаю, что я могу продемонстрировать, но это будет очень... Ну, давайте попробуем. Но это на самом деле красиво. Эта чаша точно так же бывает поет, бывает и не поет. Она вообще распивается и набирает свой звук, очищая пространство. То есть круги звука расходятся у нас сейчас по всему помещению. Я даже вибрации чувствую. Да, может быть сейчас очень сильно телезрителям будет, поэтому я ее остановлю. Но вот таким звуком можно очищать пространство. Даже если вы не знаете, где какие звезды у вас находятся, то есть это ваза из семи сплавов металла, латунь, медь, золото, серебро. Следующий такой незамысловатый предмет фуншуэ – это музыка ветра. Обязательно лучше брать шесть или семь трубочек полых. Так он зенит, но его лучше вешать, конечно, уже определив стороны света и зная, какие звезды какую энергию несут в данном помещении, нейтрализовать именно плохие энергии, которые пришли к нам с неба и расположились в разные периоды. То есть есть раз в месяц можно проверять, какая звезда в каком углу у нас поселилась в квартире или в доме. Также на участке у вас в студии. Можно, ну, конечно, самое большое значение идут, которые идут на периоды. Вот у нас сейчас период идет, например, восьмой. Энергия богатства и благополучия. И большинство сейчас мужчины зарабатывают, но младшие в семье, то есть младший сын сейчас больше всего зарабатывает денег. Вот, и молодежь у нас сейчас больше приносит. Да, в восьмом периоде. Поэтому большое значение идет именно по периоду. А потом уже следующее у нас идет десятилетие и годичные звезды, которые прилетают. Ну, а так, если, конечно, чтобы вы хотите, чтобы феерически у вас все это, нужно сначала, конечно, по дате рождения узнать, в удаче ли вы в данный момент, потом проверить уже пространство и посмотреть, что к нам с неба прилетело. Ну, мы начнем с малого. Будем звуки распространять в конце дня. Рабочая, спасибо большое, что пришли к нам в студию. Маленькими секретами поделились. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин